Всем привет! С вами художник и иллюстратор Кристина Колоскова. И сегодня я буду рисовать акварелью. Вот такого вот колобка. Это я, можно сказать, продолжаю серию вот таких вот акварельных работ по сказкам. У меня был уже щелкунчик, был Буратино. Ссылки на видео, в которых я рисовала вот эти иллюстрации, будут в описании под видео. И если вы смотрите на ютубе, то они выйдут в правом углу. Также эти рисунки можно посмотреть на моем сайте. Ссылка на него также будет в описании под видео. Сегодня я буду рисовать вот такого вот колобка. Я решила, ну, вернее, просто я так разошлась, что как-то местная рамочка мне уже особо не хватило. Так что вот этот рисунок уже будет без рамки. Так как вот у меня колобок такой большой получился. Ну и хотела как-то еще помимо колобка что-то нарисовать. В плане вот цветочки. Немножко добавила какой-то зелени. Забор, предположим, что это момент, когда колобок только ушел от бабушки и дедушки. Ну, спрыгнул с окошка и покатился по дорожке возле дома. Вот. Колобочек у меня вот такой вот получился жизнерадостный. Думаю, что что касается цветов, то сейчас с этим я буду определяться в процессе раскрашивания. Какие-то реферсы, конечно, я себе уже открыла. Они тут у меня перед глазами. Ну, чтобы иметь хотя бы представление, какие примерно брать цвета. Так. Я заранее также еще рисунок обвела линером, чтобы тоже не тратить на это время. Мне даже как-то больше понравилось, что когда я сначала линером обвожу, а потом уже раскрашиваю. Так же, как и в предыдущих работах, маскирующую жидкость я использовать не буду. Буду использовать титановые белила. Ну и, конечно же, блестючки. У меня тут уже их приготовила. Пусть тут еще у меня тут немножко пополнение моей коллекции блестючек. Рисовать буду, как всегда, на бумаге для акварели. Это для меня бумага еще неизвестная. Тут в своих запасах я откопала ее. Как-то покупала лист. Название, к сожалению, не помню. Если вспомню, то обязательно потом выведу на экране, когда буду садиться ролик уже монтировать. Ну, а пока основное все я сказала. Так что я приступлю к раскрашиванию. Начну, наверное, сначала раскрашивать вот эту верхнюю часть. Здесь у меня будет немножко неба, которое будет плавно переходить в такие вот какие-то зеленые цвета. Для неба я начну, наверное, с цирулиум разбавлю с ультрамарином. Это все легким слоем покрою, а потом уже буду смотреть, какие мне еще дополнительные цвета можно сюда будет добавить. Так, шестерочку, кисточку. Так, цирулиум, в который я все решу, что у меня когда-нибудь кончится, все кончится, а все никак не кончается. Так, вот что я сделать забыла. Так, сейчас аккуратненько все это красиво. Мне тоже оживлю. А у тебя не такие акварельные краски. Так, всем нужно краски оживить. Как всегда. Так, продолжу. Набрала вот цирулиум. Тут можно обратно поставить. И теперь возьму немного трамарина. Немного, естественно, не получается. Сейчас придется еще чуть-чуть развести и добавить цирулиума. Такой красивый цвет получается. С него я начну. Даже, мне кажется, он яркий чересчур. Надо его водой разводить. Так, бабочку пока раскрашивать я не буду. Так как у меня получилась иллюстрация на весь лист, то рисунок я вот такой прям чуть-чуть скрепила этим скотчем. Мальчик, ты мне оживил, кажется, теперь они стали клеить. Придется, наверное, все-таки все-таки все равно его отклеивать. Придется вообще не скреплять. Ладно, будет у меня чуть пальтом. Вот, заодно тогда нужно будет, кстати, попробовать прогладить рисунок. Что мне так кажется, что как будто вот на этой бумаге линер у меня размазывается. Мне кажется, что он не должен. Вроде таким он не грешил и не размазывался. Так, вот эти цветочек я пока чистым цирургом, где вот сюда вот у вас залезла, все это крашула. Так, и начну уже тогда потихоньку добавлять сюда зеленых оттенков. Начну сначала с сиены натуральной. Сначала вот ей какую-то такую границу нарисую, граничу. Как раз когда смешается с вот этим моим голубым, она немножко даст зеленоватый оттенок. Ну и для того, чтобы, естественно, у меня еще тут трава не слилась, а сейчас я вот это все края размою, чтобы мне сюда можно было спокойно зайти. Я сделаю такое это все дело. Прямо закрашиваю. Прямо бледным-бледным-бледным. У меня есть что с такого прям зеленого. У тебя есть оливкового, наверное, я возьму. Я тоже оливкового. И чуть-чуть ее с зеленой, чуть-чуть прям так разбавлю. Оливковый. Вот она. У меня сегодня 5 кисточки меняют. Все-таки да, немножко бумага эта тонковата. Здесь, наверное, 200 грамм, по-моему, она. Тут какой-то зеленый-зеленый. Как не могу вспомнить, что вообще это у меня тут за бумага. Это с сеулем на бумагу. Для бумага с сеулем. Да, с сеулем пока. Вот возьму теперь оливковый. А я возьму только такого штука. Внизу уже добавлю чуть-чуть оливкового. Здесь даже погуще у меня получается. Оливковый внизу. Здесь вот я тоже хочу сделать такой вот плавный переход из вот этого зеленого в какой-то такой вот песочный цвет. Желтый песок. Песок какой-то желтый. Не знаю. Тут здесь вот я его хорошенечко так водой размою. Потом я думаю, вот здесь вот не нравится. Как-то у меня уже. Так. Здесь я сразу только голубый. Вот эти свои смеси, сурулю и ультрамарин. Все прокрашу. А в итоге мы как раз серединочку чуть-чуть сурулю. Я его просто чистого добавлю. А я малина вот в середину чуть-чуть. В клей попадет не знаю чем. Вот сюда вот его. А дальше циролем может. Монстр тут. Монстр понимает кто будет. Сават в этом монстр. Так. Вот здесь уголки. У меня прям какая-то болезнь с этими уголками. Так. А здесь уже цироли его не будет. Здесь уже сено натуральное. И мой вот этот вот оставшийся намешанный зеленый цвет. У меня тут его чуть-чуть осталось. Намешивать я его опять снова не буду. Я просто сейчас возьму оливковое. А потом этот колобок падет бабушке. Я скажу, что он надел. Здесь тоже. Внизу у меня будет вот этот зеленоватый оттенок. Так. Тоски я пока оставляю. Вот здесь вот плохо, что я в цветочек залезла. Пока какого цвета цветочки будут я не знаю. Пока я их оставлю. Так же как и оставлю бабочку. Сначала раскрашу колобка. А потом тогда уже буду определяться со всем остальным. Так. Колобок. Ну, как у нас он с желто-ранжевых каких-то оттенков. Еще какой-то у меня есть вот такой вот неаполитанское телесное. Ну, больше какого-то персикового цвета. Ну, наверное, не знаю. Пока не буду ее трогать. Начну, наверное, сначала с желтого цвета. Ну, желтый-то у меня камень из желтой средней. И как раз вот он. Ну, его вот так водичка хорошенечко разбавить не мешало бы. В общем, придумать и даже не то, что придумать. Я как-то думала-думала по поводу еще вот этих персонажей, как я описала, которые деревянные. Помимо вот Щелкунчика, Воротина, вот эти вот парни из мультика, где там команды были пупсов мальчиков и команды деревянных вот этих, как их назвать, хулиганов. Я кого-то больше не вспомнила. Пришел еще в голову карандаш, но у карандаша деревянный только нос. Как раз это персонаж из Мурзилки. Больше никого не вспомнила. Как-то хотя мне мама говорила про мультик, про деревянную лошадку. Что там она потом у девочки превратилась в живуюсь. Честно, что-то вот такое смутно. Помню, был такой мультик, но как бы она такая вот... Ну, чисто если прям иллюстрацию по этому мультику сделать, как бы вариант, да. Можно, кстати, посмотреть, все-таки найти, что это мультик. Что за мультик? Помните? Пишите в комментариях, что вот это за мультик. Про деревянную лошадку, которую девочка растила, делала. Какой-то старый, советский тоже. Почему-то вспомнила только про мультик, где, по-моему, из-за курса девочка вырастила лошадку на огороде. Там такой курец был похожий на лошадку. И еще какой-то, где лошадка, по-моему, была собака. Где еще кто-то, или только двое было. Там лошадка была не деревянная. По-моему, это были просто обычные какие-то игрушки. И вот я не нашла продолжения для своей вот этой темы с деревянными персонажами. Так что, если что, пишите обязательно в комментариях. Вдруг вы тоже что-то вспомните, либо что-то знаете про вот этих каких-то там деревянных еще персонажей. Я даже обязательно мультик посмотрю, если там у него есть или там сказку. Так, зря я бы его не закрасила. И порисую поэтому. Мне нравится очень рисовать детские иллюстрации. Мне прям как-то не прям очень сильно эта тема вся заходит с детскими рисунками. Но у меня все равно все такие персонажи получаются такие миленькие. Ну, такие добрые. Даже как бы... И у меня они добрые. Из их персонажей иногда очень тяжело рисовать. И у меня они добрые. Мне такие они добрые. Так, и тут я какие-то себе тень намечаю сразу. Матюка, Матюка. Знаешь, я твои листички намечу, значит, где крыша твои листички буду намечать. Так что, вот. Твои листички будут где крыша у меня. Пишите обязательно. Пишите. Матюка, если помнишь какого-то еще... Ну, можно будет еще нарисовать еще по другим каким-то руссконародным сказкам иллюстрации. Помимо колобка. Мамочка, знаешь, где твои листички? Так, теремок. А ну, теремок я... Ну, это как-то иллюстрировала книгу, но это уже более такое современное. Типа про теремок адаптация. Ну, немножко было не совсем про теремок. Больше бы ценой прожителей. Теремка этого. Мать-ка, я все... А я все думаю... Если попользуюсь с маминой блестичками, их располагать только везде. Крышу думаю, сложить блестички твои. Можно? Можно? Так, здесь тоже тену, нос, щечки. Может, потом сам он палитую помой? Палитую и банку помой мне. Так, здесь тоже. Ну, тут я затеняла. Такой... Ну, какой-нибудь румяненький. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе. 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 Да, у меня есть. Вот этот вот. Мальчика, а ты потом... Мальчика... Ты даже такой... Я даже... Ты потом распутишь, а я тебе цвет один раз. Какие-то такие вот румяна. Я бы сюда еще что-то розового добавила. Так, у меня есть розовый. Мрачка, вот это тебе дарили, что ли? Нет. Покупал, наверное. Вот как раз сюда вписался розовый. Как-то у меня все съелось. Сюда мне розовый, посмотреть хочу. Чуть-чуть поярче все-таки. Розовый. Розовый мне будет. Розовый мне будет нужен. Вот такой, типа какой-то фиолетовый будет нужен. Фиолетовый какой-то. Так, здесь тоже, естественно. Синий и оранжевый будет нужен. Ну, я... Так, хорошенько надо все это разбавить. Это все, наверное? А еще я рисовала, точно вспомнила про иллюстрации. К сказкам русским народным. Это была моя, как бы, такая авторская работа. На конкурсе я делала. Был конек-горбунок. Но мне почему-то захотелось его нарисовать не таким вот, как его обычно делают. Он же такой страшненький, был горбатый. Ну, там маленького, конечно, я его нарисовала. Горб у него был. Но он у меня получился очень даже вполне себе симпатичный. Тоже на сайте, если хотите, можете зайти посмотреть на моем сайте все эти рисунки, про которые я говорю. Там не только эти, там, можно сказать, практически все есть на сайте моей работы. С помощью розовой, то, что я не знаю. Управить, когда мне нужно... Так вот, с помощью водички я... Вот здесь розовый, вот здесь розовый, вот здесь розовый, на кого птичь моя. Так, розовый сюда опять добавляю тоже. Я сразу буду птичь. Так, нужно еще чуть розовый возьму. Мачка, первый будет розовый. Первый будет розовый такой вот. Первый будет розовый у тебя. Мачка, я у тебя даже буду птичь чуть добавлять, потому что мне по-моему, как у меня нравится. Вот. Мачка, после... Мачка, я твой путылок... Такие вот птичь. Пузырьные на фон добавлять. Ну, конкурс, конечно, вот, для которого я рисовала вот эту иллюстрацию с коньком и горбанком, я бы назвала... Я бы назвала очень... Странным. Там, как бы... А я не знаю, почему... Сначала, когда закончился, вроде как, он по срокам, они там как-то втихую решили, что нужно продлить, потому что, ну, было мало рекламы для этого конкурса, работы очень было мало. И, как бы, особо там, где так никто ничего не нарисовал. Такого прям... Вау! Там была, конечно, очень классная иллюстрация. Мужчины тоже рисовал акварелью. Ну, там прям красиво. Мне понравилось, очень его рисуют. Ну, я поняла, что там... Из-за того, что у организаторов конкурса какой-то был странный подход к всему этому, не знаю, что они ожидали. Может быть, чисто в целях рекламы. Для вот этого всего они хотели его сделать. В итоге, как победителей, как я поняла, не было. Все были лауреатами. Зато гранту, конечно, красиво сделали. Это я ничего не могу сказать. Гранту я распечатывала тоже. Даже как-то это... На канале, по-моему, я ее опубликовала. Да, была на канале эта гранта моя опубликована. На сайте она там тоже у меня есть. То, что как-то не особо мне этот конкурс понравился. И, в общем, они продлили... Я не рассказала. Сам вот это... Прием работ конкурсных. Когда и вот этот продленный втихомолку закончился период, и чего долгое время как бы никто не знал вообще, что, как, то, когда. И мы даже так-то с кем-то там внутри в личные сообщения я тоже спрашивала, переписывались там с девушкой по поводу этого конкурса. Никто ничего не знал. Что там, да как, зачем, и почему. Ну и потом все-таки наконец-то они на почту каждому разослали вот эти вот грамоты. Просто можешь стоять за участие. Мамочка, розовый мне нужен был. Синий нужен. По фиолетовый нужен. Оранжевый не собирайся. Белый делай оранжевый. То, что я потом делаю это все. Так, сюда я партию влезла. Вот так. Я прям язык вот этот влезу. Надо его немного подтереть. Язык. Конечно, такие конкурсы почему-то я частенько попадаю, когда не могут долго огласить результаты. Либо там продляют прием. Ну, стало как-то вот люди, которые профессионально этим рисованием занимаются, которые действительно там красиво рисуют. не перестали участвовать в этих конкурсах. Может быть, кто-то перерос. Может быть, кто-то вот из-за всяких таких непонятных выборов победителей просто-напросто перестал участвовать в этих конкурсах. Ну, и как бы сильно качество работ пало. Хотя в некоторые конкурсы, которые вот посерьезнее, которые проходят действительно, где выбирают по твоим умениям, там нормально. Там люди такие выигрывают действительно, которые как бы должны выигрывать. Мам, че-то еще там вот этих два. Еще розового добавлю. Давай розового, что ли. Чуть-чуть порозовее им щеки сделав. Так. И с этой стороны тоже розового добавлю. Может быть, еще на нос чуть-чуть. Прямо так вот. Капельку, да? Да. Это вот так. Я тогда еще знаю, когда я еще знаю, мне говорят, что это капелька. так, сейчас я тогда, наверное, я как-то в глазах взяла и закрасила. Ну, они их потом чуть-чуть выкрули, все это дело. Так, теперь я к языку. конечно, все-таки все-таки в конкурсах участвовать надо. Это очень такой хороший стимвол. Да и вообще просто, кажется, себя показать. Только в последнее время, что как-то давно я уже конкурсов не видела. Ничего и не попадается. А я думаю, что твои лисички будут на самой красивейной лисички. Вот это. Куда это все пропало? Съел бумагу, да? Все конкурсы. Марафонов, конечно, сейчас даже, мне кажется, марафонов рисовальных не так много стало. Уже настолько это все всем приелось. И просто уже эти марафоны делают уже всем, кому не лень. То есть, там, просто иногда, честно, вот те, кто эти марафоны проводит, ну, не скажу, что я супер меня как художник, но там бывает вообще ужас. А я думаю, что твои подсказки, они у тебя мягкие. Ну, и про то, что они тоже все что рисовать, может, каждый, можно там за каких-то 10 уроков взять там и научиться рисовать. Все это неправда. 10 уроков ты, ну, чего-то ты, конечно, научишься, если там вообще чего-то учат. это естественно. А рисовать это нужно просто, будешь все равно годами все это постигать, ты будешь постоянно что-то осваивать новое, да, просекуясь, рисуя, но еще есть такое, как я поняла, такая вещь, определенный твой уровень, до которого ты уже выше не перескачешь. Все-таки для того, чтобы рисовать на определенном уровне, то нужен все-таки все равно талант. Мне тут недавно в интернете тоже попался художник и акварелист иностранный, и я просто залипла на его работах, он так красиво это все рисует, даже какой-то просто вот забор, ну, это так, вот я просто на этом заборе даже залипла и смотрела, сидела, потом дальше начала искать еще его работы, даже сохранил себе сайт с его работами, смотрела, как бы не все могут достичь такого уровня, честно скажу, я даже не знаю, ну, какого предела я могу свои навыки развить, пока там у меня постоянно какой-то прогресс возникает, там что-то у меня получается, что-то не получается, но это все вот в плане получается не получается, тут тоже идет, еще ищешь, что тебе нравится, не все мне нравится, из-за этого, соответственно, мне не все может просто получаться, потому что это мне не интересно, там что-либо иное, что-то такое рисовать, и пока вот я как я понимаю своего предела еще не достигла, мне, конечно, в этом получается сложнее в плане, потому что у меня все-таки нет художественного образования, многие моменты я вообще не знаю, как говорится, как это все правильно делать, и там что-то сидишь, там выискиваешь, смотришь, там конкретные какие-то моменты, как там сделать то, сделать это, и я понимаю, что в силу этого может быть у меня было как-то все получше, много всего там упущено, но учиться можно в любом возрасте, так что я, как говорится, не унываю и продолжаю там практиковаться, постоянно рисовать, что-то там изучать, смотреть, потому что отчаиваться рисовать никогда не стоит. Вообще нужно делать то, что тебе нравится, рисовать то, что тебе нравится, если тебе нравится рисовать животных, рисуй животных, тебе нравится рисовать людей, рисуй людей Такой, как и другие художники, например, тот же Шишкин, говорится, как он уже не рисовал медведей на своей картине. Вообще, как-то он не умел рисовать, как я понимаю, его животных он их не рисовал. Может, конечно, и умел, но на определенном каком-то уровне, который, может быть, даже не соответствовал уровню его рисования деревьев и природы. Вот, как и медведи на вот этой известной его картине, три медведя рисовал его ученик. Тоже здесь, тоже нужно, говорится, пробовать и искать вот этот свой определенный предел максимум того, что ты можешь из себя выжить. Это все равно, это огромный труд, то, что ты учишься, что-то постоянно делаешь. Это не просто так, как они взял, начал, нарисовал уже, ты все, ты можешь считать себя художником. Нет, конечно. Ну и как в наших рамках, нашего общества, я, даже будучи, что я являюсь членом Союза Курилистов России, и я не имею права выступать в категории профессионала, потому что у меня нету профессионального образования, и из-за этого я не могу считаться профессионалом. Хотя очень много художников, любителей, которые получили признание и считаются мастерами своего дела. Очень как-то странно все это. А есть, которые ходили в художественные школы, получили художественное образование, и на их работу без слез не плянешь. Есть и такое. Так, колбкой оставляю, то мне кажется, он у меня же получается похоже на колбка, который пересидел в солярии. Так, сейчас я еще немножко розовую добавлю. Вот здесь это побольше, вот так вот розовенькие. И здесь тоже. Чуть-чуть к низу иду с этой своей розовой частью. Так, еще бы я чуть-чуть вот с языком внедрила. Я, наверное, как раз вот в этом своем розовом, который у меня до этого тут был цвет. Я добавила вот этот вот красноватый, который вот эту часть раскрашивала. Сейчас я его растушую. Еще сделаю его поярче. Ну, вот он титановыми белилами. Я как раз лики нарисую. Так. Сейчас глазкам вернусь, а также сделаю их голубыми. Наверное, просто для того, чтобы много цвет сюда не добавлять. Вот этот цвет, который у меня остался, которым я делала небо, я как раз делаю и вот это глаза. Так, что я тут кисточков как-то ее расплющила. Буду обходить то, что я тут себе наметила, блики. Какого-нибудь сюда еще такого яркого цвета, может быть, какого-нибудь лазурно-глубого добавлю, или, может быть, мятного. Сейчас сюда еще волью, чтобы как-то поинтереснее было все это. Тут теперь, после того, когда села, начала делать набросы с колобком. Ну, как бы с дочкой сказку, естественно, эту читали уже много раз, и мучки я смотрела. Теперь она начала просить, она просит у прабабушки, чтобы она ей испекла колобок. Ну, думаю, не будем мучить прабабушку. Я залезла в интернет, в интернет смотрела рецепт, как колобка испечь. Можно там творожье. С творогом там делается, да? Или просто обычная там мука, сметана на сметане. Как раз в сказке там, вроде как по тексту, он там же тоже на сметане колобок делался. Наверное, мы там замешивала бабулька на сметане, замешивала колобок. Так, опять же, цветы. Пока, честно, даже не знаю, какой цвет. Наверное, сначала я нанесу вот этот основной цвет для своих вот этих вот, для забора. эти штучки свои уберу, чтобы они тут не мешались. Коричневый, коричневый, как всегда. Начну, наверное, с ены шоу, мне с ены натуральный. Только вот что, для начала я полностью смочу вот эту часть. Мне пора воду менять, вот что я скажу. Так, я пойду воду сначала поменяю, это у меня вода красит уже. Цветная, желтоватая, красная какая-то. Так, воду поменяла. Подолжу сейчас смачивать. Ну, вот эти я тоже тогда смочу. Думаю, ничего страшного, если у меня туда крашится. Гвозди я тут себе намечала от забора. Я тогда просто это, все равно их буду делать серым, черным, скорее всего, серым. Ну, давай они у меня нормально закрасятся. Все с ними будет нормально. Пока просто лиши. Так. Все, я прокрасила. Теперь поехали прям в Тро-Сиене. Жены. Мама, вот я вот пойду мелкие блестки. Окей, теперь мелкие. Ну, не слисть. Теперь сиены натуральные. Так вот буду где-то местами чередовать, чтобы не было все прям такого одного цвета. Так что по-разнообразней хочется. Почему-то вот со временем какая-то Сиен начинает каким-то такими вот крапинками раскрашивать. У меня какое-то время может тебя начать блестички потечут маленькие станут. У меня хлюже маленькие, только маленькие блестички. У меня сегодня все линяют. Вот. это сделаем чуть потемнее. Ну, это первый только первый крыльца цвет, первая подложка. Тут желтовато, уже забираю. Чем тут на палитре будет пропадать этот цвет? про блестички. Ну, что-то на колобке какие-нибудь блестички сделаю. Надо будет еще на колобке сделать, нарисовать. Но смотри, блестички мелкие. Не потому что я-то уже открыла, уже там наливают блестички, а не мелкие вижу. Кислушки. Велико подошла, болтает. У меня тут мальчика, я тут твоими блестичками украсила, забрала, оранжевый сделал. Нет, ты была оранжевая. А, где здесь? Так, желтоватый. Судак внизу. Такая ответственная здесь работа, по-моему, тут нигде никуда не заехать. Ну, бумага, хоть я на ней первый раз рисую, но я бы не сказала, что там что-то с ней не так. Пока все нормально проходит так же, как и другие предыдущие. нету с ней никаких проблем. Это не бумага от налевича. цветовый акцент сейчас добавлю где-то потемнее дело. Стекает пусть. Все. Стекает. Не трогай все. Вот я там уже пользуюсь их. Я розовый, розовый, мальчик розовый, мелкие блестки, аккуратнее. они у тебя будут длинные только у меня смотрю как мне от него я вижу что они и наверное сейчас я пока от него чуть-чуть отстану, чтобы высохнуть дать первому слою и наверное начну вот здесь к траве приставать вернее не к траве от этой нижней части. Здесь ручки не хватает где все по мне были. Оно укатилось не слышал да всем помал оно нету вот так все не трогаю забор пока не трогаю больше углы только нужно поправить две манку уже остеать или я я чуть-чуть поняла где чтобы они ровненькие были где пусть стекают а меня потом заберешь при пяти что надо стекать вот так зеленые надо стекать и тогда под колобком тоже сделать какую-то серовато желтоватую эту дорогу потечусь ну да какой-то такой вот цвет такой вот это наверное мне будет умбра и у меня есть еще дюна начну тогда пока с умбры изюм так вот эти кромышки хотелось как-то наверное я их просто сделала потом потемнее так что я их обходить пока не буду также 10 час сразу все смочу сейчас какой-то смочу вот все так мне кажется линер на этой бумаге размывается на другой бумаге даже на целлюлозе этот линер не размывался здесь что-то иногда подмывается мне кажется мне так кажется из-за болезни так все в глазах плывет эти рудники проклятые так умра желтоватый здесь как-то не особо хочется использовать потому что все-таки колобок тоже такого желтоватых оттенках так что начну пока с умбры просто так же сделаю подложку не знаю улитка зелень я как люблю я люблю всякую мелкоту рисовать потом плачу когда все раскрашиваю планшет там в цифре когда рисуешь это все проще обойти новый слой создал и все тут тут уже с этим приходится посидеть а вот здесь внизу я все-таки добавлю этого желтого оранжевый желтый остатки я его все-таки вот чуть-чуть добавлю этот желтый цвет пусть он здесь будет кончается идеал может быть даже какой-то чуть-чуть зеленоватый оттенок сюда добавить ну посмотрю сейчас и вот чтобы ходить особо не влезать тоже можно сюда сюда этого желтоватого здесь тоже какая-то вот была вот эта граница не прям совсем такого желтого цвета вот у меня какой рисунок получился смотри какой красивый конечно так а теперь еще умбры чтобы вот 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 блестючка сделала вот 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 этот тень нарисовать у меня все-таки такое вот у меня тут катится катится у меня чуть-чуть на этом мечала тень на наброске так наживем вот вот как раз под ним такая вот тенюшечка образовалась так и еще я все-таки столько чуть-чуть зеленых добавить цветов я возьму только вот яркий прям чуть-чуть у меня есть майская зелень ядовитая конечно ну ничего прям ее чуть-чуть вот здесь вот можно цвет ядовитый да? ну да ему нельзя луками хватает? нет просто цвет такой яркий ядовитый вот мальчика твоя наверное а вот это лодовый? это лодовый какого-то? это лодовый тоже да мне уже не нужно провести здесь опять же у меня уже относительно что-то подсохло ну не знаю лезть сюда нам пока не хочется я наверное пойду раскрашу бабочку да надо ее такой цвет тоже раскрасить чтобы она вот как была видна но не особо наверное я сделаю ее фиолетовую добавлю сюда все вот этот фиолетовый цвет еще внесу вот этот коричневый желтые оттенки голубые какие-то зеленоватые оттенки вот оттенки фиолетовые вот красная бабочка фиолетовая и фиолетовая вот это такой фиолетовый сначала опять такой вот ее легким первым слоем я ее прокрашу ты так прокрашу ярко крашу цвет такой кровящий так что такой гуашевый кровящий я пока его не буду сильно его добавлять так мне нужно кисточку меньше и можно будет ее пока тоже оставить и такого цвета розоватого как раз да вот эти цветочки тоже я сделала розоватого цвета наверное как раз розовый телесный вот этот вот вот вначале будет розоватый цвет ближе к середине ну концу вернее будет уже вот этот вот такой персиковый ближ к концу ты будешь листочкам раскрашивать да да а я уже раскрашиваю смотри и твои дела тебе все на стол и все такой интересный цветок получается опять розовый беру последний вот эти оставшиеся лепестки которые остались так же я и второй цветок я тоже таким же цветом нарисую вернее сделаю таким же цветом матька а тебе нужна эта коробочка ну ка да матька ты не ее и как вот это чуть-чуть все подсохнет я края сделаю просто чуть-чуть поярче побольше розового возьму так или следующий цветочек второй то же самое розовый 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 вроде как они у меня тут есть но они не так сильно на себя внимание отвлекают от клапка все елозит вот идут покажения все идут друг другом так а серединочку можно сделать какой-нибудь поярче ну например рубиновую только прям не сильно ярко такую или вообще этот цвет который у меня тут был намешанный для рта и я его точно я его и возьму вот так можно чуть-чуть вернуться опять к бабушке к бабушке вернуться надо бабушку сказать так я наверное обожала вот так вот пока себе рисунку верну чтобы никуда не влезть бабочка ну это вот уже я поярче беру вот этот лавандовый цвет тут даже у меня еще не просохло здесь я делаю ее потемнее края крыльев я не буду делать темными и сделаю потемнее как раз нет ну ладно сюда здесь вот вовы таких вот влезла цветных цветных украплений вот так белый желтый 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 оставляю вот кто-то 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 как мне не нравится что-то так размою так это я тоже теперь опять оставляю и пока наверно все-таки возвращаюсь к дереву ну то есть к забору дерева так здесь плохо я здесь влезла и у меня получилось некрасиво сейчас здесь нужно сделать чуть-чуть темнее низ вот это сделать что-нибудь тут распылось кажется только прям так лихо расплывается краска в разные стороны туда куда бы мне не хотелось чтобы она туда плыла так возвращаюсь к забору начну тогда сразу уже с темных оттенков наверное марс коричневый они наверное точно так погуще его зеленый возьми и буду вот это я вообще на сепии вот эту штучку в серединке я прокрашу начну еще какие-то тени добавлять так вот вести текстуру дерева открыть сам рисун а это белый была нет нет еще а тебе нужно будет тут белый пока не знаю так естественно здесь вот обязательно нужно нарисовать тень вот гвоздика какие-то такие вот царапинки на дереве тут старый забор может быть без царапинок сказки не помню что так сильно тоже не буду вдаваться в подробности с этим забором так покажу что это дерево что у него какие-то есть неровности такое и все думаю просто так мне не нужно чем тут на дерево буду смотреть на забор так вот так переворачивать здесь еще нужно будет сепии добавлять вот эти тени сделать более темные вот так ее немного тоже сильно ее много не надо это все затемнется так и теперь другое также сразу под хвостиком нарисую вот здесь вот а ты стала забор да вот тень тень конечно от травы цвет это ты добавь туда еще какой-нибудь какой-нибудь беленького лечебника не знаю или зелененька какой-то цвет цвету не пользовался вот так вот я вообще не не особо а ты красный не пользовалась вот вот так вот оставлю как-то вот это место мне очень нравится что-то вверх заведу вот вот так пока это сохнет трава мурава думаю что так не нужно будет то что я его прямо в него и добавлю оливковую и зеленая краска такая получается вот и вот этой зеленой краской может быть забавление где-то каких-то желтых оттенков я начну сейчас раскрашивать траву сначала вот эту раскрашу потом тогда уже с другой стороны вот немножко ее разноображу все вот она не такая зеленая зеленая все равно мне нужен будет зеленая которая зеленая внизу сделать ее как-то позеленее чуть-чуть все-таки темнее должно быть цвет тоже такой ядовитый уже быстро сюда вылезает пучок 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 не знаешь не знаешь может быть какой-то еще попробуй травки нарисовать опять этот же беру зеленый тут свой намешанный вот эту с этой я даже ничего делать не буду оставляю такая какая она есть и вот к этой траве перехожу цвет подсыхает как вот отпускает много кстати вот это долго сохнет я вспомнила по-моему это фабриана хлопок фабриана по-моему вот не прошло и года я пробовал до этого рисовать на так сколько там 20 что ли 30 процентов хлопка тоже фабриана у меня была склейка давно я покупала за бешеные деньги да и сейчас кажется что это не дешево бумага мне понравилась вот это я купила лист тоже отдельно покупала резала не очень так так траву трогать не буду с травой разобралась так что у меня тут можно сюда залезть и разукрасить эти гвоздики так тут что-то что-то я зачернела у меня вот как не до какого-нибудь синего ботинка добавила дико конечно гостиков возвращаясь бабочки тысячу тупо лично взять и вот мой фиолетовый цвет я сейчас тени сделаю вот вот так вот и здесь тоже Сама бабочка будет чёрная, она чёрная-белая, но можно с кучами. Вот эти вот вкрапления, которые в ней, наверное, я сделала какие-нибудь синенькие. Турмалин возьму, чтобы вроде как она здесь есть, бабочка эта, но она прям не сильно будет выделяться. Ну, ещё усики у бабочки забыла. Можно тоже, кстати, в тельце вот этого синенького добавить цвета. Вот, и чёрные усики. Вот так. Так. Возвращаясь ещё же тут же также к цветку. Так, розовый у меня тут остался. Сейчас я его чуть-чуть поярче возьму. Сейчас вот эти вот какие-то сделаю такие вот. Вот так. Так, надеюсь, что это высохнет, сейчас что-нибудь останется. Так. Так. На заднем плане у меня прям как-то пусто. Я здесь какую-то пищу траву нарисую. Что у меня там не было? Пустоты. Так. Вот на колобке ни зимние совершенно не нужно. Так. Колобку сейчас также чёрные глаза делаю. Главное не закрасить свои вот эти блики. Я его не полностью чёрные буду. Вот эти бы довольно свой любимый индиго. Так. Индиго. Стараюсь поровнее здесь закрашивать, чтобы потом с этим, с бликом, всё нормально у неё тут было. Ну вот. Ну если что, я его поправлю, всё равно, наверное, прокрашу его. Так. Остались ещё точечки... Мам, сейчас будут петь или петь? Как раз эти... Веснушки. Ну, наверное, уброжёные. Отличные. Или оранжевые. А, нет, наверное, оранжевые. Вот этот. Оранжевый. И целые вот эти. И с другой стороны тоже самое сделаю. Приводит, папа. Можно сказать, что уже всё вот основное я сделала. Остаётся навести всякую вот эту красоту. Тени, которые под нём должен рисовать, нужно... Нету, не хватает теней под бровями. Здесь вот, вот здесь вот тоже нужно вот эту границу теневую сделать. Вот, наверное, сейчас как-то сепью, чтобы повыть разнести... Ой, развести с вот этой... С оранжевой. Но это сейчас поподождёт. Я вернусь вот к камушкам. Ну, камушки возьму, съем нейтральную и золотую. Даже, наверное, лучше золотую. Золотой цвет. Какие-то золотой сделаю, тогда какие-то вот это сиена нейтральная. Вот, а теперь вот сиена нейтральная. Это у меня тут чересчур коричневая. И под камушками тоже нужно рисовать тень, но это потом дамы высохнуть. Улитка. Улитка тоже же должна быть коричневой. Ну, опять же, это вот сочетание с деревом. А сену жёной начну с неё. Панцирь улитки как раз сеной жёной. Украшу. А улитка, улитку какая убрать. Убра жёная мне ещё нужна для... Немножко здесь вот затенить. Потом у меня сейчас здесь ещё высохнет, когда я пройду, вот эти полоски нарисую. Я там себе отмечала полоски на панцире. И я их сейчас тоже здесь отмечу. Ещё бы я вот что-то делала. Желтоватого здесь по-другому добавила. Прямо чуть-чуть. Вот. Есть чуть-чуть. Ну и продолжу с зелёным. Зелёный, зелёный, зелёный. Начну с оливковой. Прямо вот в этой своей зелёной вот этой всей добавлю. У меня оставалось что-то тут разведётся, что-то нет. Давай вот так вот оливковый, листочек как раз под оливкой. Вот эти все листики. Вот здесь у меня тут ещё цветочек. Мы его сделаем фиолетовый, как вот к бабочке. Вот, несём. Так, здесь я добавлю перчистую оливковую. Немножко. И возьму, возьму зелёную, естественно. Возьмите. Ещё мы тоже какой-то жёлтоватого, что-то хотим. Просто зелёным я вот этот вот уже пилу. Это растение, опять зелинушку. И вот эту. У меня получается потемнеет чуть-чуть. Какой-то рисунок получается. Красивый. Да. Жаль, конечно, какие-то такие обстоятельства, как ребёнок. У меня не получается выходить в стримы. Там она не с удовольствием была. В ВКонтакте или в Ютубе стримила. Всё, это на стримах можно было бы рисовать. Но, может быть, всё-таки когда-нибудь мне получится это сделать, и я выйду в стрим. Не обязательно, конечно, об этом сообщу. Я, мама, включишь мне видео. Девочка включили музыку. Так, вот она у нас тут по ведру бьёт. Не знаю, чем себе этот ребёнок занять. Танцевать будешь. Остатки я собираю с палитры. Я сейчас гитары. Я сейчас ещё и голубой добавлю в краски. Бабан и гитары играю. Так, возвращаясь к улитке. Здесь как раз у меня умбра пошла. Вот. И сейчас я как раз на панцире нарисую вот эти полосочки. Так, потемнение я их сделаю. Вот. Нет, мне нравится. Надо кисточку получше смущать. Вот, вот так. Всё оставляю. От улитки отстаю, от цветов отдельно отстаю. Нарисую пока тень под камушками. Также всё это буду свой умброй всё использовать. Как-то я начала про всякие марафоны. Всё это. Замолчала. Сейчас очень тяжело пока говорить. Я всё равно отхожу. Чтобы попить воды, потому что я начинаю дико кашлять. Так, теперь я беру свою сепию и ей я сейчас нарисую здесь вот тень потемнее. Вот тут на самом от колобка идёт. И на колобке мне тоже нужно сделать тень потемнее. Так, тень на колобке. Значит, пробую, как я говорила, беру сепию и беру вот эту самую самую оранжевую краску. Всё это дело размешиваю. Общается вот такая вот чукаричья какой-то. И вот этой вот краской внизу как раз я сейчас обозначу вот эту теневую часть колобка. Нужно другую кисточку кладить. Быстренько это всё размыть, естественно. что-то маловато. Какой-то коричневый вот чай. Беру. вот здесь чуть-чуть. получается самое то для тени. вот еще добавится эти блики. трава будет тоже чуть-чуть всё по-другому смотреться. вот вот когда-то у неё зубновок заболел он сразу заболел потому что соседка падала на бананчика так нужно наверное вот вот здесь вот этот всё сейчас склаживаю края водичкой и всё отстаёт колобка теперь буду а ну как отстаёт мне ещё надо тени выставлять глаза нарисовать для этого я возьму цирулю ой цирулю индиго хорошенько размешаю его водой и вот здесь как раз так я тут водой ляпаю и сама не вижу что ляпаю и вот здесь вот здесь должна быть тень и здесь должна быть тень так есть кисточка поменьше размера вот и здесь тоже самое это штука и попадём да значит я тебя так рисунок я придумываю быстро а вот раскрашу его долго так все все я теперь только жду сейчас я его наверное посушу и тогда останется нести только вот эти блестяки и все будет готово и и и и и и и и сушила теперь остается только нанести блики и блестючку так вот эта палитра больше не нужна я сейчас себе найду подожду так блики начинаю с колоком на него не только будут это первое что крови Глянцевый хлеб, здесь я тоже сейчас поправлю сразу блики, потому что неровно не получились, где-то краска залилась, то лучше сюда поправлю, так, теперь бликова здесь нос, щеки конечно же рот, тоже тут везде, в языке, здесь вот тоже, ну и конечно наверху, вот что я тут сразу нарисовала мама, мать, а ты сейчас пойдешь к путеводу готовить . . . с этой струны тоже вот так немножко бликов можно добавить улитки улите какие-то такие вот на листве . Главное не увлекаться так камни нет уйти отсюда кисточкой ты что делаешь не обязательно влезть нужно на цветочки тоже хотела бабочку это на трогать хотя тут можно на ней чуть-чуть сделать блики на гвоздиках костики так и на траве то что-то не какое-то я забыла вот что хотел тень потемнее сделать но она наверное здесь уже не буду трогать тени на дереве на заборе вернее пока оставляю это все так как есть так теперь точно беру все пистючки так что у меня тут есть в общем зелень это трава бабочка бабочка но у меня нет фиолета у меня синий синий бабочка и колобок вот с этой колобока можно оранжевый так я тоже буду выбирать вот и где-то может быть на небе еще сделаю в общем вот так вот начну тогда с бабочки мне тоже нужно блестечку вот эти вот ее так цветочек теперь розовый вот сердцевинку вот сердцевинку такие точечки можно такие цветочки тоже сделать блестящие вот так так голобок кстати тоже глазки можно ему тут чуть-чуть блесками покрыть вот так с одного края потом оранжевый вот этот оранжевый вот удачно как я купила этот набор как раз прям под колобка вестечки вот так прям не знаю сильно не буду его вестечкой так вот стирать вот здесь наверно бачок и вот сейчас тоже это разотру и вот сейчас тоже это разотру дело вот так и и пропление вот здесь вот как раз тоже похожий цвет вот как хочешь умой вот я декорочку и влечить от таких цветов если вот хочешь так умой это большая получается где-то маленькая так розовый 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 тоже размажем так и зеленый на траве нет нет не трогай он зеленый почему-то не улазит а потому что его надо уже стекать я это не я никак не могу выдавить зеленый как он как он может там можно пойти ты сюда пойдешь нет я занята не я уже на ты ну вот она пальца Натюшка вот этот фиолетовый не знаю мелкий блесток чтобы накрашивать не было мало еще больше чуть-чуть так ногу перевернуть перевернуть так и в небе каких-нибудь серебристых точек поставить и думаю будет достаточно и мне и мне белый и мне до белого и мне до или уже чуть-чуть осталось у тебя уже ничего не дам ну да сама сама даже моя мне нужна как-нибудь не знаю какой-то синий нужен и останется только поставить подпись все рисунок будет готов здесь вот кроешку подпись поставлю вот такой колобок у меня получился ссылка на мой сайт будет в описании и QR-код будет выведен обязательно на экране ссылка на мой сайт еще раз повторю что до этого я рисовала вот такие вот еще две иллюстрации с щелкунчиком из буратино это уже третья такая подсказка иллюстрация акварельная ссылка на ролики по щелкунчику и буратино будет в описании под видео а на этом у меня все если вам нравится мое творчество и у вас есть желание меня поддержать то в описании под видео есть ссылки на ресурсы где это можно сделать а также на экраны будут выведены QR-коды большое спасибо за поддержку моего канала а также вступайте в мою группу вконтакте ссылка на нее также есть в описании под видео заходите на мой сайт если хотите увидеть больше моих работ конечно же ставьте лайки нажимайте на колокольчик если смотрите меня на ютубе и подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны с вами была Кристина Колоскова всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч